Друзья, я думаю, вы догадались, что под прошлым выпуском было все-таки больше всего комментариев о том, чтобы я снял про самые популярные продаваемые игрушки на Wildberries. Игрушки, конечно, это категория, одна из самых важных в товарном бизнесе. Почему? Потому что даже в самый сложный кризис, в самые сложные ситуации, игрушки всегда классно продаются, потому что родители так или иначе всегда хотят порадовать своих детей. Кстати, кто смотрит давно мой канал, мог помнить, когда прошлая поездка в Китай в China Bootcamp, Игорь Черный принял решение привезти вот такие вот игрушки, упаковать свой бренд. В принципе, то, что он и сделал после поездки со мной в Китай. Вы все знаете ее прекрасно, это этот Мишка танцующий. Торговая марка Bizet. Это Игоря торговая марка, которую он зарегистрировал. Вот такая вот красивая упаковка. Кстати, три вида игрушек он привез. И еще, что важно, вот эта мелодия «Рам Зам Зам». Именно он захотел, чтобы была у этой игрушки. И это возможно все делать с помощью бизнеса с Китаем. Друзья, по примеру Игоря, я хочу, чтобы вы для себя осознали, насколько просто создать свой бренд, найти идею в Китае, придумать собственную торговую марку, доработать игрушку, привезти ее в свою страну и продавать. Ну а прежде, чем перейти с вами к статистике Wildberries, вот что хотел бы с вами обсудить. Одна из новостей крутейших, которую я получил буквально сегодня, это то, что в Китае уже ходят слухи о том, что в ближайшее время должны все-таки начать по определенным правилам пускать иностранцев. Ну сколько же можно? Страдают не только предприниматели со всего мира, страдают сами китайцы, потому что к ним не могут добраться их партнеры. И бизнес из-за этого, конечно же, китайский тоже страдает. Если в ближайшее время все-таки откроют возможность поездки в Китай, я обязательно поеду, даже если нужно будет 14 дней сидеть на карантине. Ну поеду, если, конечно, вы мне в комментах напишите, Артем, да, давай езжай, нам уже не хватает контента из Китая, и я тогда, друзья, обязательно поеду, у меня просто не будет выбора. Ну а сейчас, друзья, прежде чем перейти к конкретике, к статистике, к тем подкатегориям игрушек, которые лучше всего продаются, и чтобы вы увидели, а где же есть деньги на игрушках, которые вы можете себе взять, просто заказывая продукцию из Китая, я бы хотел напомнить, что у нас разыгрываются 100 долларов на образцы. Именно на те игрушки, которые круто продаются сейчас, которые в топ-продаж на Wildberries. Мы сейчас с вами обязательно разберем топ-продаж на Wildberries, поэтому обязательно оставайтесь до конца выпуска, и в конце выпуска я расскажу, что нужно делать. Какие подкатегории лучше всего продаются? Обратите внимание, категория «Любимые герои» занимает примерно четверть всех продаж на Wildberries. То есть это известные бренды, известные игрушки, есть для малышей, конструкторы, куклы, аксессуары, творчество и рукоделие и остальные. Посмотрите внимательно на этот график. Что же он означает? Означает он, друзья, следующее. Здесь показываются продажи, выручка, число товаров, число брендов, число продавцов, выручка товаров. Но давайте мы обратим внимание только на одно. Мы обратим внимание только на выручку. Это выручка на Wildberries. И самый пик по выручке примерно с 7 числа начинается. И пик достигает 21 декабря. И примерно вот такая картина происходит каждый год. Итак, друзья, давайте перейдем к конкретике. А какие же товары круто продаются? Например, один из круто продающихся товаров, на которых есть деньги, это развивающий игровой картонный домик «Раскраска». Вот таким образом он выглядит. Он стоит 543 рубля на Wildberries, 2111 отзывов на этой карточке товара. И купили более 49 тысяч 100 раз. Это только с этой карточки. Нужно понимать, что подобных карточек на Wildberries достаточно много. То есть я так понимаю, что количество проданных домиков наверняка близится к полумиллиону, либо, возможно, даже еще больше. Мы помним, что это детские товары, а детские товары – это вечная тема. Вечная тема, потому что дети рождаются всегда. И на детях, даже в самый сложный кризис, никто никогда не экономит. Сколько же стоит подобный домик, например, на Alibaba? 3,5 доллара стоит на Alibaba. Ну, ориентировочно, сколько там есть денег? 49 тысяч 100 раз купили. Это значит, что на этой карточке товара кто-то заработал порядка 49 тысяч 100 баксов. Нормально? Все начали играть в настольные игры, кто сидит дома и нечем заняться. Продажи на них взлетели до небес. И, конечно же, настольные игры производятся в Китае. Банальные простые игры, например, такие, как «Морской бой». Сколько штук продается ежедневно на Wildberries? Вот 20-го 02-го 489 штук, 19-го 02-го 639, дальше 315, 495, 433. Слушайте, ну, просто интересно, а сколько же продавалось этого товара в сезон? Блин, да вообще нисколько. Он вылетел в out-of-stock. Это означает, что после того, когда он появился в наличии, он был где-то внизу. 14-го 01-го он начал подниматься, этот «Морской бой» вверх. На самом деле, если бы кто-то из вас это увидел и догадался, и первее бы завел свой «Морской бой», вы были бы в топе и продавали бы больше. Потому что если товар улетает в out-of-stock, то продажи на этой карточке уже достаточно сложно поднять. Легче завести новую, чем поднять старую, скажем так. Поэтому вы могли использовать этот шанс. Но после этого следите, чтобы у них закончилось. А давайте посмотрим, сколько он стоит. 405 рублей стоит на Wildberries. Мы скупили на этой карточке более 61900 раз, 2965 отзывов. Смотрите, в розетке этот «Морской бой» стоит порядка 200 гривен. Средняя цена его 250, 199, 250, ну берем там 200 гривен. Открываем Alibaba. На Alibaba этот «Морской бой» стоит порядка 1 доллара. Вот и считайте. Кстати, на самом деле неплохая математика получается. Я понимаю, что в доставке он, конечно, как минимум тоже доллар стоит. Если не полтора. 61 900 умножить на доллар полтора. Давайте умножим, допустим, на полтора. Это 92 850 рублей. А это, знаете, как минимум, какой-то там, какой-то такой себе там BMW X5. И вот кто-то на нем уже поехал. Да, вот, посмотрите. Следующий товар. Точилка механическая. Точилка механическая, обратите внимание на ее продажи. Вот 31 12 69 штук, 30 124 штуки, 120, 129, 360. Вот точилку купили 683 штуки, например, 23 12. То есть среднее количество продажи точилки, именно вот этой, вот с этой карточки, порядка 300 штук в день. Вот таким образом она выглядит. 425 рублей. Купили ее более 35 400 раз. Кстати, оператор сейчас на меня смотрит, я так понимаю, уже собрался заниматься этими товарами. Так вот, 1763 отзыва на этой точилке. Давайте посмотрим, сколько вообще точилки подобные стоят в Китае, если это стоит 425 рублей. Но перед этим мы посмотрим еще украинский Marketplace розетка. Смотрите, 240 гривен, 179 гривен. Находим похожую точилку на Alibaba. А эта точилка стоит от 25 центов до полдоллара. Сколько же можно на этом заработать? Если покупать оптовую партию этих точилок, ну давайте хотя бы там, даже пусть не 25 центов, там 35 центов. Подобная точилка стоит на Wildberries 425 рублей. Считаем, это 5 долларов 73 цента. Так вот, методом простых исчислений, сколько же можно заработать на подобной точилке? Это 70 800 долларов. Это, в принципе, вы знаете, достаточно неплохая машина. Ну или о чем вы там мечтаете, я не знаю. Следующий товар – рамка, вкладыш, фрукты, ягоды. И сколько продается этих рамок, вкладышей? Обратите внимание, там в среднем их продается где-то там 80-90 штук. Где-то до сотни доходит в день. А сколько же их продано всего? Вот, например, на этой карточке их купили более 17 500 раз. Достаточно простой товар, но, в принципе, он дешевый закупки и в Китае. 261 рубль он стоит на Wildberries. 571 отзыв. В розетке находим подобный 90 гривен, либо 120 гривен. Ну, больше похож на вот этот, который 89 гривен стоит. Открываем мы Alibaba и смотрим на Alibaba. Подобный вкладыш, вот видите, практически то же самое. Подобный вкладыш стоит где-то около 82 центов. Ну, а сколько же на нем заработка? Смотрим, 261 рубль. Это 3,5 доллара примерно получается. Сколько мы отдаем Wildberries? Даже если Wildberries забирает 30% максимум, 2,45. Этот вкладыш стоит порядка 80 центов. Вот считайте разницу. Минимум в доллар кто-то зарабатывает именно на этом вкладыше. Ну, слушайте, а сколько можно заработать? Ну, порядка 17 тысяч долларов просто с этих вкладышей. Ну, на самом деле неплохо, потому что я уверен, кто-то, кто продает именно вот эту позицию, продает еще очень много разных других вкладышей. Двигаемся дальше, друзья. Следующий товар. Игра настольная Django. Смотрите, эта игра на самом деле популярная. И она есть также и брендовая. Ну, вот мы в данном случае рассмотрим игра настольная Django Hasbro. И посмотрите, сколько штук их продается. 96 тысяч 600 штук было продано этой настольной игры. Теперь обратите внимание на розетку украинский Marketplace. Сколько стоит подобное. Вот, например, Django от Hasbro стоит 670 гривен. И подобные игры, точно такие же, только, скажем так, либо No Name, либо других брендов, стоят 170 гривен, 229, 232 гривны. И смотрите, сколько эта игра стоит на Alibaba. А на Alibaba она стоит при объеме, она стоит 1 доллар. Сколько можно на этом заработать? Можете самостоятельно посчитать, уже в зависимости от того, сколько вы поставите цену. В любом случае, у вас цена будет, я думаю, что дешевле, чем 911 рублей, потому что 911 рублей, ну, это на самом деле прям сумасшедшая. Оценка 12 долларов, при том, что эта игра стоит 1 доллар. Да, ну, Hasbro, наверное, могут себе позволить так сделать, потому что у них там сумасшедшие бюджеты на маркетинг. Но я думаю, что предприниматели могут продавать начинающие и немножечко дешевле. Двигаемся дальше, друзья. Следующий товар, который мы с вами разберем, это обычная игра Monopoly. Купили более 73 тысяч 200 раз, 2020 отзывов, 1253 рубля. Можете по дням сейчас посмотреть, как продается эта игра. 31-12 там 19 штук, вот 27-12 150 штук, 124 штуки, 173, 144, 86, 90. А сколько стоит подобная игра в розетке? В розетке она стоит 350 гривен, например, 399 гривен, 299 гривен. Ну, где-то примерно средняя цена ее 12 долларов в розетке. Давайте зайдем и найдем на Alibaba обычную игру Monopoly. Вот она стоит порядка 1 доллара. Немножечко более замороченная, стоит там по 1,5 доллара. Но, тем не менее, математику вы уже можете посчитать, да? То есть, минимум, там, пару баксов зарабатывают на этой игре Monopoly. При том, что она продана более 73 тысяч раз. То есть, если даже кто-то зарабатывает на ней 2 доллара, 73 тысячи умножить на 2, это получается 146 тысяч долларов. Следующий товар, это любимый товар моей младшей дочки. Она очень любит рисовать карандашами. Именно вот этот товар является супертрендом. И, кстати, уже не первый год. Обратите внимание, сколько товар этот стоит на Wildberries. Он стоит порядка 900 рублей. Розетке этот товар стоит на данный момент порядка 395 гривен. Эта цена устаканилась. Честно говоря, она была где-то в 2,5 раза дороже. Сколько продается именно вот этих наборов по дням? Обратите внимание. Есть дни, которые продаются по 733 штуки, 1200 штук 21-12 было продано за день. 19-12 тысяча штук, 18-12 990 штук, 256 штук, 342, 593. Примерно вот такими объемами продается этот товар. А сколько можно на этом заработать? Смотрим на Alibaba. На Alibaba где-то 3,5 доллара. Давайте посчитаем математику. Если 3,5 доллара закупка при заказе объема, 900 рублей стоит этот товар, напоминаю, на Wildberries это 12 долларов примерно. То есть доставка где-то 1,5 доллара. То есть около 2 баксов получается на этих мольбертах. Ну, соответственно, можете посчитать, сколько можно на этом зарабатывать. Пик тренда на него прошел. Но этот товар, мне кажется, все равно будет, так сказать, вечным, потому что дети любят рисовать. И это просто прикольный подарок принести ребенку. И неважно, это там через 2 года, через 3, через 5, через 6, все равно этот товар будут покупать. Следующий товар, друзья, это нейроскакалка на ногу со светодиодным роликом. Вы подумаете, что это, да, что это вообще за фигня. Это дети там поиграются и бросят. Ну, фигня не фигнёй, но у меня даже теща, честно говоря, прыгала на этой скакалке. Обратите внимание, да, вот как она выглядит. 190 рублей, 3265 отзывов. Купили более 26600 раз. Эта скакалка определенно тренд, но мне кажется, что это достаточно такой тоже, как вечный тренд. Потому что скакалки уже много-много-много лет, то есть они продаются. Я думаю, что будут еще долго продаваться. И ребенку даже просто по приколу такое купить, чтобы он попрыгал. Ну, или тещу. Многие из вас могут смотреть на эти товары, особенно если вы не из России, например. Думаете, а как же я могу зарабатывать на Wildberries? Ребят, я хочу, чтобы вы для себя сделали такую, знаете, как заметку. Мне кажется, что в ближайшее время начнут создаваться определенные системы, которые будут объединять маркетплейсы разных стран. Вы, соответственно, можете из Китая отправлять товары в любую точку мира, на любые маркетплейсы. Под своим брендом. Например, можете сделать бренд скакалок, либо бренд своей настольной игру, например, можете сделать. И продавать это и на Wildberries, и в Розетке, и на Амазоне, европейском, американском, ну и так далее. Каким образом это работает? Вы в Китае товар производите, оплачиваете его, из Китая отправляете на фулфилмент склады в этих странах и, соответственно, продаете на маркетплейсах. Это так, если простая схема в двух словах. Если интересно, чтобы я рассказал об этом детальнее, можете написать в комментах. В одном из следующих выпусков расскажу вообще детали, как продавать круто на маркетплейсах, какие моменты нужно учитывать, какие фишки работают, чтобы товар был в топе. Кстати, по поводу 100 долларов, друзья. Что нужно сделать, чтобы получить эти 100 долларов? Все достаточно просто. Нужно первое, это репостнуть это видео у себя в соцсетях. И второе, ссылочку на репост разместить в комментариях. Это все, что нужно сделать. И среди тех, кто это сделает, я понимаю, что таких людей будет немножко меньше, чем просто написать что-то в комментах. Наоборот, зато больше шансов. Потому что среди тех, кто это сделает, я рандомно ровно через неделю в 15.00 по Киеву, в 16.00 по Москве разыграю вот эти 100 баксов. И я надеюсь, что это будете именно вы. И закажете себе образцов. Я думаю, что на эти 100 баксов вы можете заказать, наверное, почти все, то, что я вам сегодня показал. И, кстати, не забывайте писать, какую категорию разобрать лучше в следующем выпуске. Кайшу! 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 Продолжение следует...